Девушки отдыхают Хочешь, что покажу? Давай Смотри Ой, какой хороший Вот это тут мне, ну, лет 14 Да, да, где-то 14 Да, это вот 16 Это я, вот, студенты на картошку собираюсь А вот, вот смотри Слушай, ну, ну это просто, только это просто мишка Ну, правда, да Что, похож? Да, к одно лицо Ну, посмотри, и взгляд у тебя здесь такой же Умный, такой пристальный Ну, да, взгляд-то у меня умный Пристальный, а сам я Дурак Дураком Ну, прекращай Ну, ты же ничего не знал Ну, ты пойми Сколько раз Судьба нас сталкивал-то И хоть бы у меня сердце ёкнуло Ну, всё, прекращай себя винить Знаешь, всё Я Сегодня я поеду Поговорю с Мишей Я скажу ему правду Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да Тетяка, у вас хорошо Нет, вы так сидишь, спокойно, чаёк попиваешь Никто тебе не мешает Не то, что дома А кто тебя дома-то обижает, сиротинушку, скажи? Что Лера, да она уже просто достала. Она меня ненавидит. Вчера просто чуть не убила. Ой, спасибо вам, что вы меня приютили. Надь, что ты несёшь? Я очень хорошо знаю Леру. Она и Мухи не обидит. А если обидит, извинится. Ну, Муха, она, конечно, может, и не обижает. Но со мной что-то у неё отношения не складываются. Она только и делает, что придирается, и всё ей не нравится. Нет, с ней просто невозможно общаться. Надь, вам надо найти общий язык. Не будешь же ты всё время у друзей жить? Ну, а может, я вообще не собираюсь туда возвращаться? Надь, мы, конечно, тебя не выгоняем, и... Да нет, я не претендую на вашу же площадь. У меня мама скоро своей обзаведётся. Нифига себе, вы решили квартиру купить в Москве? Что, Любовь Кирилловна нашла в шпротах алмаза? Ну, почти. Мамин жених сейчас продаст дом в деревне, и мы купим квартиру. Вот так. Слушай, значит, наша Светочка решила... Ой, как прикольно. Что ж тут прикольного-то? Вы что там, трагедию собираетесь ставить? Ну, папуль, у тебя же всё получится. Ну, только не надо отказываться. А я согласился. Буду у вас рабочим сцены, не ваши же Ромео будут там декорации перетаскивать. Ой, папуль, ты бы у меня и с ролью справился. Ты же очень талантливый. Угу. Единственная роль, которая у меня очень хорошо получается, это роль папаши, который до такой степени скучает по своей собственной дочери, что согласился на старости лет, выживший из ума, принимать участие в школьной самодеятельности. Ну, папуль, я тебя так люблю. Ты у меня самый лучший в мире. Работник станет. А ты у меня самая лучшая подхалинка. Когда у вас репетиция? Ну, как всегда, после уроков. Ты придешь? Кира, у тебя телефон звонит. Чего ж ты не подходишь-то? Кто это? Мама. Я не хочу с ней говорить. Она у меня все утро телефон обрывает. Кира, я устал тебе повторять. Маме сейчас хуже всех. Да-да, я это все слышала. Она сама себе наказала и все такое. Ладно, все, я в школу, увидимся на репетиции. Пока. Какой еще ухажер мамин? Да как, дядя Федя? Ну, Сашки-щукин отец. Подожди, стоп. Саша ничего не говорил про продажу дома. Наоборот, знаешь, он зовет нас летом туда в гости. Да, слушай. Ну, может быть, он ничего не знает пока про продажу. Но, в конце концов, не ему решать, продавать дом или нет. Ладно, девчонки, с вами хорошо, я побегу. Мне в школу еще зайти надо узнать. Игорь, подожди, а зачем? Ну, у них там какой-то грант-проект намечается, мюзикл. В общем, моя не в курсе. Да перестань. Ты лучше, давайте кофейку налью еще, посидишь с нами, поболтаешь. А потом они придут к тебе на записи, все тебе сами расскажут. Нет, я должен узнать все сейчас. Мне надо дискотеки планировать, а я ничего не знаю. Ладно, я побежал. Значит так, Надь, ты чай допила? Да. Давай быстренько собирайся и в школу. Ты боишься, что Жанка опять будет к ним клеиться? Да ничего я не боюсь, просто хочу, чтобы ты разведала обстановку. Ну, пойдем. Чего вы на меня тут посмотрите? Жанка, ты, наверное, сейчас такая счастливая. Мишка никуда не уехала. Теперь у вас начнется романтика. Там ухаживание, свидание, поцелуи. Да уже ничего. Ось, вчера весь вечер вместе сидели. За кого вы меня принимаете? Я что, по-вашему, должна парням на шею кидаться? Нет. Ну, просто ты же говорил, что ты влюбилась. Ну, да, мне нравится Миша. Да, он очень мне нравится. Я хочу, чтобы у нас получилось... Ну, в конце концов, я знаю себе цену. Я хочу, чтобы он за мной поухаживал и добился моей любви. А, ну, то есть вы пока не пара? Я считаю, правильно. Нужно в первую очередь думать об учебе. Жанна, ты готовишь свою роль? Я вчера роль Джульетта репетировала. Да? Ну, мне репетиции не нужны, провязаться мой конек. Сень, а куда это Миха в такую рань свалил? Да он маму гостевой решил и чеку горячего отнести. Ммм, какой он заботливый человек-то. Ха, по-моему, не только мы это заметили. У них же там с Жанкой любовь-морковь намечается. Да, а что это он от него вчера такой грустно вернулся? Ну, да кто этих девчонок поймет? Может, она в Мишке не уверена, а может, все цену набивает. Слушай, ну тогда надо сделать так, чтобы они все время друг у друга на виду были. Во. Вот это правильные мысли. А лучше сделать так, чтобы они одним делом занимались. Давай сегодня, когда будут выбирать Джульетту, проголосуем за Жанку. Это чтобы они с Мишкой пели дуэтом. Ну, круто. Отличная идея. Даешь Жанку Джульетты. А это тебе бабушка передала. Моя любимая. О, это же царская из Крижовника, да? Ага. Ай, моя любимая. Класс, спасибо огромное. Мамуль, слушай, ну рассказывай, как бабуля? Да хорошо, она вообще молодеет, знаешь. Все время по дому хлопочет, ну или во дворе какую-нибудь работу находит. Слушай, а помнишь, как мы с ней огород пололи? Когда я вместо сорняков всю клубнику повыдергивал. Помнишь это? Но ты бы и сейчас не отличил сорняк от посадки. Это да, да. Знаешь, мам, тут так хочется стать маленьким, обратно туда, к бабуле на дачу. Придумаешь тоже. Ну, мамуль, ну ты знаешь, вот в принципе, вот в Москве очень хорошо. Ну, интересно, мне нравится, но я так по Пятигорску скучаю. Ну, потому что там ты, там дом, бабушка. Слушай, мам, я на уроке опаздываю. Ну ладно, давай быстро расскажи, как там этот Валерка Синюков поступил, нет? Да, Миш, я тебе все расскажу. Ты давай иди, потом, после уроков, ага. Слушай, ну после уроков у нас постановка, мы там спектакль ставим. Ну ничего, завтра, завтра ведь суббота, вот и по всем поговорим. Будет куча времени поболтать, а сейчас все давай. Ну все, хорошо, ладно, мамульте, давай. Пока. Все, пока. Вера! Вера, доброе утро! Нет, никакое оно не доброе. Глеб, ты ведь разумный, интеллигентный человек. Ну, по крайней мере, раньше я так считала. Ну, а теперь ты изменила свое мнение? Почему? Потому что ты постоянно меня преследуешь. Я тысячу раз тебя просила не приходить ко мне больше домой. Да это я прекрасно понимаю, поэтому не стал подниматься. Я решил тебя дождаться здесь, возле дома. Правда, замерзь ужасно. Мне кажется, с тобой договорились общаться только в школе. Да, я помню. Просто мне не терпелось обсудить с тобой, как с музыкантом. Один профессиональный вопрос. Отлично, я прощена. Вот и обсудим это в школе. Ну, я ждал тебя целых три часа. С самого раннего утра. Глеб, в этом и проблема. Ты одержим, и меня это пугает. Пугает и злит. Не приходи сюда больше никогда. Ну, как? Даже если мне нужно будет с тобой обсудить очень важный вопрос. Особенно в этом случае. Ну что, Гаврик. Привет. Говорят, вы тут постановку века готовите? Ну да, преподы решили поставить Ромон Джульетту. Прекрасно. А почему вы мне об этом ничего не сказали? Ну, мы подумали, тебя Лера введет в курс дела. Ребята, вы не о том думали. Вы бы лучше подумали, как вы собираете свой мюзикл с записью на студии совмещать. Ну как, будем стараться. У нас другого выхода нет. Ребята, хорошо. Запись я могу передвинуть. А вот на дискотеке будьте добры являться. Куцун, ну это понятное дело. Мы сейчас просто получим расписание наших репетиций, ну и как-то будем подстраиваться. Ребята, да вы поймите, дискотеки должны у вас стоять на первом месте. Так что, ребят, крутите как хотите, а завтра я вас жду в элифанте. Игорь, а можно я буду с вами выступать? У нас же все равно общая программа. Жанна, по-моему, с тобой это уже обсуждали. Нет, нельзя? Я не хочу, чтобы моя девушка ревновала и устраивала истерики. Елена Петровна, здравствуйте. Привет. Федория Нагорьевна, кто написал? Пушкин? Да что вы, Карни Иванович Чуковский. Чуковский, ну да, конечно, Чуковский. Эта книга есть в твоей библиотеке? Просто я забыла, что нужно сделать, чтобы грязная посуда куда-нибудь делась. Извините, Елена Петровна, я вас что-то не понимаю. Я просто устала смотреть на эту грязную посуду. Моешь, моешь, трешь, трешь, они все появляются и появляются. Скорее бы Гущина, что ли, вернулась. Потерпите, Любовь Кирилловна скоро приедет. Чего тут в руках? Это список персонажей нашего мюзикла. Я распределяю роли. И хочу предложить вам роль Бонна Джульетта. Кого? Это очень значимая, яркая и характерная роль. Бонна Джульетта – это ее поверенное лицо. Помощница и нянька. Как нянька? Пять нянька? Слушай, я не согласна, я уже устала со всеми это сопли подтирать. Я не согласна, мне хватает здесь бытовухи, вот здесь на кухне. Ну, Ирина Петровна, режиссер считает, что вы идеально подходите на эту роль. Ну, вот смотрите, Бонна, добрая, уютная женщина в стиле. Как раз ваш типаж. Да, мой типаж. С моим типажом королевы играть. Извините, в нашем мюзикле таких ролей нет. Ну, нет, ну хотя бы керцогиню. Или какую-нибудь другую благородную даму. А вот этих ваших вот нянек, мамок. Пускай сам режиссер играет. Да. Вот, Сон, можешь Диану на пару слов, пожалуйста? Слушай, ну, ты чего на женку-то взялся, а? То есть ты не понимаешь, как ей важно петь вместе с нами? Миша, я всё понимаю. У меня к ней нет никаких претензий. Ни как к человеку, ни как к певице. Просто я не хочу расстраивать свою девушку. Ага. А значит, людей, которые приходят на наши концерты, ты хочешь расстраивать, да? Да при чём здесь люди? Ну, как при чём? У Жанны уже появились свои фанаты, понимаешь? И, по-моему, с ней наша программа выглядит интереснее. Ну, есть такое дело. Ну да, а ты без-за капризов Зеленовой можешь её испортить. Миша, полегче. Полина не капризная, просто ревнивая. Ну да, ты прав. Если у Жаны есть свои зрители, то она должна петь. Должна. Жанна! Послушай, мы тут с Мишей посоветовались и решили, что ты будешь петь. Дай я тебя поцелую. Так, так, Жанна, прекрати. Вот, хватит. Веди себя поскромнее, не отсвечивай вообще. Я обещаю, я буду ниже воды, тише травы. Полине, даже придраться будет не к чему. Вот и видишь. Миша, слушай, ты разорил там воду, гитара? Ой, слушай, Сэн, да нет у меня больше гитары. Наш коммерсант Ванечка её в первый же вечер нагнал. Да я в курсе. Ты его напряг, чтобы он что-нибудь с этим сделал. Чего он с этим сделает-то? Ну не знаю, пускай там выкупает её обратно, или покупает мне новую, в конце концов. Да с чего ему выкупать? Я ему гитару сам отдал. Дурак, конечно. Не, ну ты знаешь, он тоже хороший. Воспользовался своим психологическим состоянием. Тебя же чуть из школы не выгнали. Слушай, ну ты знаешь, по сути, Ваня ни в чём не виноват. У нас просто концерт на носу. Что ты будешь делать без гитары? Слушай, ну до завтра время есть. Ну, ну, что-нибудь придумаем. Здравствуйте, господа артисты. Здравствуйте. Садитесь. Здравствуйте. У меня для вас хорошая новость. Я дописал сценарий. О, какой какой! Я могу признаться, что очень старался приблизиться к оригиналу, но, как вы понимаете, до Шекспира мне всё-таки очень далеко. А мне ваши стихи больше нравятся. Спасибо большое, Жанна. Ну, надо заметить, такая грубая лесть вряд ли поможет вам получить роль Джульетты. Всё равно это будет решаться голосованием. Скажите, а когда будут репетиции? Это зависит от вас. Как только вы учите свои партии, надеюсь, что завтра. Виктор Львович, а может вы себе роль Лоренца возьмёте? Боюсь, что с образом монаха я не справлюсь. А, с образом мудрого, доброго доктора. У нас модернизированный сценарий. Лоренца – это семейный врач семьи Монтеки. Вот с этим он справится. Ну, если только мудрого и доброго. Ну, отлично. Значит, нам надо определиться с кормилицей Джульетты. Светочка обещала договориться с Еленой Петровной. Мне кажется, это идеальная кандидатура. Это идеально. Да, замечательно. Да, она как подходит. Я бы тоже хотела что-нибудь сыграть. Всем здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Калерия Викторовна, а вы не хотите с Юрием Аркадьевичем принять участие в нашей постановке? А, почему бы нет? Мне кажется, что Юрию Аркадьевичу вот как раз сейчас очень будет полезно немножко отвлечься от работы. Ну, отлично. Тогда он будет отцом Миши Кожевниковой. Что вы сказали? Ну, отцом Ромео. А. Господи, я совершенно забыла. Вы знаете, у Юрия Аркадьевича у него сейчас такой напряженный график. Он просто не справится с такой ролью. Нет. Неужели у нас отцов раз-два и общился? Калерия Викторовна, вы не хотели бы стать мамой? Мамой? Евгений Валентинович, вы своей двусмысленностью просто сейчас с ума меня сведете. Ну, а почему бы нет? Почему бы вам не сыграть роль мамы Ромео либо Джульетты? Мам, можно мне подобрать какую-нибудь роль, не связанную с материнством, а? Пожалуйста, вот список. Гуцу. А ты что здесь делаешь? Здравствуй, Лера, я тоже рад тебя видеть. А что, я не могу навестить родной альмамат? Что, соскучился по школе или пришел в музыкальный класс отвлекать моих ребят? Эти ребята такие же твои, как и мои. В первую очередь эти ребята ученики музыкального класса. А уже потом музыканты твоей кабацкой группы. Ну, и что дальше? А то, что школьная постановка на них важнее твоих дискотек. Господи, да ставьте вы ваш мюзикл. Я что, вмешиваюсь, что ли? Да постоянно ты мешаешь ребятам работать, ты их отвлекаешь. Да угомонись ты, что ты на меня взъелась, я не пойму. Я что, лезу в ваш спектакль? Из-за ваших спектаклей, между прочим, я все записи на студии передвинул. Вам навстречу пошел. Ой, как благородно. А, я понял, кажется. Ты просто не можешь меня простить, да? За то, что я выбрал не тебя, а Зеленову. Да плевать я хотел на тебя и на твою Зеленову. И на твое раздутое самомнение. Лера, да признайся ты уже, наконец, что ты просто хочешь мне отомстить. Вот и все. Знаешь, правильно говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Полина из тебя сделала эгоиста и дурака. Мне, сейчас, на говоря, стыдно признать, что я была с тобой. Я хочу тебя видеть. Ну и не видеть, тоже мне цацан. Ты что зеваешь? Опять не выспалась? Ой, думаю, вчера всю ночь сам-то и общались. Я только утром из-за онлайна вышла. С ним очень интересно. Рад за тебя. Нашла себе настоящего друга. Да, только... За слепой зал. Зато я бодрячком. Всю ночь спал как убитый. Везет тебя. Ладно. Ребят, если больше вопросов по сценарию нет, прошу всех пройти в актовый зал. Мы что, уже репетировать? Ну, не прямо сейчас. А сейчас мы с вами поймем, кто будет играть Джульетту. Главные наши претендентки покажут все, на что они способны. Вперед. Здорово придумали, а. Сейчас в актовом сзале будет настоящая битва. Кто кого перепоет. Ты пойдешь? Ну, да, наверное, интересно же будет. Ну, только мне в экспоте хочется. Давай сходим в столовую, а. Выпьешь кофейку, взбодришься. Да не, Рома, отношения к жизненького кофе еще сильнее клонится сон. Я лучше в магазин загоняю, девчонок заварю молотый. Ну, как знаешь, я пойду в столовую. Да. Слушай, Иван, ты в актовый зал-то придешь? Да ты чего, Галка против Жанки. Такое зрелище я не могу пропустить. Да, выиграть Жанка должна. Ну, я буду голосовать за Галку, у нее голос мощный. Ну, может быть и мощный, но роль Джульетты должна достаться Жене. Глеб! То есть, Глеб Сергеевич, не могу ли я вас ненадолго отвлечь? Что такое? Только скорее, мне некогда. Я понимаю, вы сейчас очень знятой человек, занятый постановкой мюзикла. Вот именно об нем я и хотела поговорить. И что же вас интересует? Вам, случайно, актрисы не нужны. Я готова на роль второго плана. Так, Надежда, вы опять за свое? Я просто хочу на сцену. Нет, вы хотите правдами и неправдами вернуть наши отношения. Ну, это невозможно. Глеб, что ты, прошлое здесь ни при чем. Я, честное слово, просто хочу попробовать себя как актрису. Нет, я не верю ни единому вашему слову. Вы лживая, корыстная и лицемерная особа. Ну, раньше вы так не думали. Ну, я просто плохо разбирался в людях. Мне пытались открыть глаза, но я никого не слушал. Если бы я тогда поверил Лере, ну, хотя бы просто послушал ее. Она на меня злится, и вот ее как раз-таки не надо слушать. Нет, к Лере только и нужно прислушиваться сейчас. Так, все, разговор закончен. Вы участвовать в мюзикле не будете. Привет, Кира. А я уж собирался ждать конца уроков, а ты вон пораньше освободилась. Шпионите за мной? Что вам нужно? Нет, я не шпион, я просто хотел поговорить с тобой. Нам нечем с вами разговаривать. Я тороплюсь. Так, торопишься, что даже не хочешь узнать, как дела у твоей мамы? Нет, не хочу. Меня это уже не интересует. Она все время звонит тебе. Каждый день набирает твой номер телефона и плачет. Душераздирающая история. Вы что от меня хотите? Поговори с ней. Она ведь думает о тебе, все время думает. Раньше надо было думать. И передайте ей, чтобы она больше никогда и никого сюда не посылала. Ясно? Мама здесь ни при чем. Это я сам. Я просто не могу больше видеть, как страдает твоя мать. У вас все, я могу идти. Ну не надо так поступать. Да пустите вы меня. Говори, ты с ней ответь. Возьми трубу. Ру я убрал. Иди в школу. Иди быстро в школу. Жива. А ты сел в машину и уехал отсюда быстро. Я сейчас уйду. Но я хотел бы сказать пару слов. Блин. Что за бардак здесь, а? Вечно. Коробка здесь всегда стоит, а? Ты что, с кем-то поссорился? Нет, все в порядке. А в школе ты был? Ребята из Балабама видел? Да, все в порядке. Мы поговорили, они, правда, там запарены со своим этим школьным мюзиклом. Но мы договорились, что школьные спектакли, работы наши не отмемли. То есть дискотека завтра будет? Да. Какой ты молодец, Сугарек. Ты у меня прям прирожденный продюсер. Послушай, ты что одна-то убиваешься здесь? А где Надя? Ну, все в порядке, она отпросилась по делам. Я не пойму, она что, хамела, что ли, совсем? Мы ее зачем на работу вернули? Чтоб она тебе помогала, она куда-то убегает. Все хорошо, я сама ее отпустила, просто днем клиентов мало, и я все успеваю. Это сейчас клиентов мало, а через два часа они начнут подтягиваться. Ну, как раз к этому времени она и придется. Мы так с ней договорились, я днем работаю, а она вечером. Да-да. Николай Павлович, можно к вам? Надя, заходи, присаживайся. Ну, расскажи мне, как ты живешь, как учишься? Николай Павлович, врать не буду, плохо. Что так? Ну, вот вы мне говорили, что я с Лерой должна помириться. А как я это сделаю, если она меня видеть не хочет? Ну, 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 ты, по-моему, преувеличиваешь. Мне кажется, она идет тебе навстречу, я узнаю, вы живете вместе. Это она на людях такая добренькая. А когда мы с ней одни остаемся, она меня обижает, шпыняет и жизни не дает. Ты вообще соображаешь, с кем ты разговариваешь? Ты мою семью разрушил, ребенка раньше времени детства лишил. Я понимаю, сейчас всем тяжело, и особенно Дине. Именно об этом я хотел поговорить, она очень сильно скучает по дочери. Кира не может простить мать, я ничего не могу сделать. Я понимаю, но все-таки можно как-то найти выход. Вот ты и ищи, это твоя женщина, теперь ты про это и думай. Она не хочет со мной разговаривать, она вообще ничего не хочет. Это не мои проблемы. Ты теперь отвечаешь за нее, я отвечаю за дочь, и никому не позволю ее обижать. Я не обижал твою дочь, я хотел с ней поговорить, поэтому старался удержать ее. Кира уже взрослый человек, она сама выбирает, с кем общаться. Она ребенок, она подросток, категоричный и жестокий. И если бы вы не помешали, я бы хоть как-то пытался достучаться до нее. Послушай меня, ты. Она меня не слушает, а уж тем более тебя, я тебе сказал, оставь ее в покое. И все-таки я должен с ней поговорить. Ты сейчас должен сесть в машину и уехать отсюда. Да, кстати. Если я тебя еще раз около нее увижу, дам по морде. Я не поверю, что Лера может так себя вести. Не поверю. Может, еще как. Она меня до такого довела, что я к подружке ушла ночевать, потому что домой не хочется идти. Страшно в квартиру возвращаться. Чего ж так боишься? Сестры свои боюсь. Она Николая Павловича совсем озверела. Надя, не надо таких выражений. У меня озверела. Что за шезверела? Надо как-то постараться. Может, тебе самой как-то пойти ей навстречу, найти общий язык, а? Ну, я стараюсь. Но она все равно на меня огрызается и разговаривать со мной не хочет. И учиться мне не дает. То есть, как-то учиться не дает. Ты что говоришь? Как учиться не дает? Понимаете, она наговорила Глебу Сергеевичу каких-то гадостей про меня. И он теперь не хочет брать меня в мюзикл. Надя, ну, а может быть, у Глеба Сергеевича есть свои причины не брать тебя в мюзикл, а? Да знаю я эти причины. Он в Лерку влюблен и делает все, что она пожелает. Конечно, Лера хорошая, а я плохая. Ладно, влюблен, не влюблен. Мы-то с тобой знаем, почему Глеб Сергеевич не доверяет тебе. Да, я знаю. Ну что ж, Митель, всю жизнь расплачиваться за свои ошибки. Ну, была глупенькой. Ну, поняла, что все это неправильно. Теперь я хочу исправиться, но мне никто возможности не дает. Так, тишина в зале, девчонки, не волнуйтесь. Вы обе молодцы, обе хорошо поете. Кто первый? Ты готова? Давай ты. Когда были те дни, ты проходил мимо, не замечал никого. Ты был единственным миром. Не любил, не страдал, не перебивал, не просил. Ты в туман уходил, ты в туман уходил, и в туман уходил. Жанна. Когда были те дни, ты проходил мимо. Не замечал никого, ты был единственным миром. Не любил, не любил, не страдал, не перебивал, не просил. Ты в туман уходил, ты в туман уходил, и в туман уходил. Жанночка, не волнуйся. Я не волнуюсь, я просто успела отрепетировать нормально. Жанна, дело не в том, знаешь ты слова или нет. Просто мне кажется, что по типажу на роль Джульетты подходит больше Гали. Почему? Мне, например, больше понравилось, как Жанна пела. Да, и вообще, Лера, вы обещали устроить голосование, а сами все за нас решили. Ну и за кого вы хотите проголосовать? Мы все хотим, чтобы роль Джульетты играла Жанна, да, народ? Да, она просто не успела, как Лера, подготовиться. Ну, самодисциплина, умение найти время и силы для репетиции, это тоже очень важное качество для артиста. У Гали оно есть, а Жанна... Жанна творческая натура, ей просто для работы нужно вдохновение, да? Все равно я считаю, что на роль Джульетты больше подходит Галя. А мы считаем то, что Жанна споет и сыграет лучше. Галя, подожди, ну... Галя, да подожди ты! Отстань от меня, иди к своей Жанне и восторгайся ее вокалом! Да это все не поэтому, это все из-за Мишки, понимаешь? А он должен быть Ромео, а Жанна Джульеттой. Ну, это как-то поможет им сблизиться, у них будут совместные репетиции, там страстные сцены, понимаешь? Нет, не понимаю, я так готовилась, я репетировала. Готовила эти сцены, я так хотела эту роль получить! Ну, ты же справишься с любой ролью. Ну, хочешь ты, можешь сыграть подружку Джульетты или ее служанку. Ты смеешься надо мной? Служанку? Я и так постоянно тут бегаю со шваброй, а ты еще мне предлагаешь на сцену выходить с грязной тряпкой. Да нет, ты будешь петь в красивом платье. Ну, не хочешь служанку, не надо. Ну, а знаешь, кстати, у кого будет самый красивый костюм? Конечно знаю, у Джульетты. Нет, у ее подруги. И ты в этом платье будешь просто потрясающая. А что у этой подруги с текстом? Наверное, две фразы на три аккорда? Нет, у нее самые красивые партии. Я тебе серьезно говорю. Ну, соглашайся. Ребята, ну зачем вы так обидели девочку? Я бы на самом деле на ее месте тоже обиделась. Галя спела лучше объективно. Ну, по-моему, Галя сыграть эту роль не сможет. Ну, Джульетта, ну, она изысканная девушка, аристократка. Ну, а Галя, она у нас хоть и славная, но такая простушка. Галя талант. Она сможет сыграть и аристократку, и крестьянку, и хоть серийного убийцу. Глеб, правда? Ну, да, возможно. Но в роли Джульетты я тоже вижу Жанну. Почему? Лера, поверьте, это просто интуиция режиссера. Вы что, здесь все сговорились, что ли? Значит так, спросим у Галли. Если она хочет играть Джульетту, то Жанне эта роль достанется только через мой труп. Простите, что я так убежала, мне нужно было кое-что обдумать. Ничего, Галя, мы все понимаем. Ну, вот я подумала и решила, что я отдам роль Джульетты Жанне. Почему? Ну, потому что мне кажется, что она лучше справится с этой ролью. А я бы хотела взять роль подружки Джульетты. Роль второго плана? Ну, говорят, нет плохих ролей, есть плохие актеры. Вот. И мне кажется, эта роль очень интересная и многоплановая. Галя, я не верю, что ты на самом деле так думаешь. Нет, действительно, это так. Я очень хочу сыграть эту роль. Можно? Не знаю. Пусть Глеб Сергеевич решает. У него же замечательное режиссерское чутье. Вера, куда вы? Мы ведь должны обсудить эти другие роли. Делайте, что хотите. Я думаю, что здесь от меня мало что зависит. Ну, что же, тогда на сегодня все. Спасибо и до свидания. Здравствуйте, Светлана. Дмитрий Григорьевич, здравствуйте. Вы все-таки пришли? Ну, конечно. Я же не могу все переложить на ваши хрупкие плечи. А я так боялась, что вы передумаете и не будете участвовать в нашей постановке. Еще чего. Прикоснуться к прекрасному такой шанс выпадает один раз в жизни. Да, вы знаете, подготовка уже идет полным ходом. Сегодня раздали роль, ребята уже начали репетировать. А декорациями кто у нас занимается? Давно я хотела декорация. Вы знаете, возможно, даже обойдемся без них. Пустая сцена, это, знаете, такой модерн. Еще чего. Ерунда это, а не модерн. Мы вам такой вот молкун Джульетты сделаем, увитый плющок. Всякие разные другие театральные штучки. Естественно, я вам с удовольствием помогу. Правда? И вы можете украсить сцену? Я не только вам сцену украшу, я вам целый средневековый дворец построю. Правда, испанинка. Конечно, хочу. Вы знаете, в кабинете у завхоза есть подходящие материалы. Пойдемте, я вам покажу. Пойдемте. Здравствуйте, Николай Павлович, вызывали? Да, я просил, чтобы ты зашла. Присаживайся, присаживайся. Что-то случилось? Да нет, что-то ничего, не случилось, все нормально. Так просто хотел поговорить, как тебе живется, как работает. По душам давно не говорила. Живется отлично. Работается с огоньком. Вот решили мюзикл ставить. С огоньком, говоришь? Это хорошо, сколько у тебя задора, энергии. Душа радуется. Просто я люблю свою работу, Николай Павлович. Это хорошо, что работу любишь. Я тоже люблю. Только работа-то наша, она требует спокойствия, выдержки, терпения. Да, уж это точно. Мне порой кто-нибудь выведет из себя. Думаю, не убью, но покалечу точно. Ну, 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 вот это как-то нельзя. Ты покалечу, ты педагог, ты что? Да, ну, я в таких случаях обычно считаю до десяти и быстро успокаиваюсь. Вот ты у меня девочка умная. Раз помогает, считай до десяти, а не помогает, считай до ста. Знаешь, главное ведь вот не подлечить, мерзости всякие не делать. Вот что главное. Согласна. Ну, а если согласна, скажи, зачем ты сестру обижаешь? Так, понятно. Надя заходила, да? Я обедничала. Ну, что сразу, я обедничал? Что это за слово такое? Ты же уже не школьница, ты педагог, я обедничал. Пришла девочка, поделилась своей обидой, своим горем. Такое же может быть. Она вот говорит, что она идет к тебе навстречу, а ты, ну, вроде как, никак. Николай Павлович, вы знаете, Надю не первый день, ну, ей нельзя верить. Я знаю, знаю. Надя, она, знаешь, склонна к ее увеличению. Ну, я просто подумал, ты много работаешь. Ну, вдруг устала, а от усталости сорвалась на сестру. Она мне не сестра. Ты же как не сестра? Раз, два, три, четыре, пять. Лера. Хорошо, Николай Павлович, я поговорю с Надей. Полин, Полин! Чуть-чуть там, с удовольствием. В общем, ты была права. Жанн действительно клеится к гуцу. Вот стерва. Я ее сегодня видела в школе, вешается на машину, ни студа, ни совести, а? Так, ладно, спокойно. А гуцу в школе бывает редко, а здесь ей кислород перекрыл. Ты в этом уверена? Конечно, он мне обещал, что и ноги здесь не будет. Ну, вообще-то она завтра сюда придет. Жанна? С какой радостью. Они договорились, что она завтра будет петь вместе с Балабамом. Надь, ты ничего не путаешь? Да ничего не путаю, я с вами ушами слышала, как они сегодня договаривались о выступлении. Женщины, вы кого-то ищите? Слышь, хватит придуриваться, я не сюда сказала. Ладно, я пойду, разберусь что-то. Женщины, вам кого? Да ложили, мать родную не узнаешь, да? Мама? Мама! Мама, что с тобой случилось? Надь-ка, не спрашивай. Вот правда люди говорят, седина в борду без фребро. Не судьба мне в моем возрасте женихаться. Подожди, вы что, с дядей Федя поругались? Ругались? Да проходи митство, дядя Федя, замани меня в глухоманцевую, в деревню, обманом. Подожди, ну вы же хотели дом продавать. Да наврал он все. Все подчистую. Затащил, чтоб я с ним жила, как ты глухоманец. Представляешь, в коровнике завтра. Вот, все, что нашла, на себя напялила и в Москву. Мам, ну тебе, знаешь, это помыться бы не мешало. А я к тебе зачем приехала? Так, давай быстро мне ключи от Леркиной квартиры, а сама в школу. Ну принеси мне что-нибудь чистенькое. Мам, ну во-первых, я в школе уже была. А во-вторых, я не могу просто так работу бросить и уйти. Что? Да я тебе сейчас... Как быстро, в школу, без разговоров. Ты что, не видишь, что с матерью происходит? Ключи! Ключи! Юра. Здравствуй. Здравствуй. Можно? Да, заходи, пожалуйста. А где Миша? Ну учится, где же ему быть. А, ну да, 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 да. Конечно. Ну расстивайся, чего ты стоишь. Спасибо. Знаешь, я сегодня не мог заснуть ночью. Все представлял, каким Мишка был в детстве. Славным пухлым малышом. Очень добрым и некапризным. Жаль, что я не видел, как растет мой сын. Кать, ты меня прости, пожалуйста. Я очень, очень виноват перед тобой. Да, ну не надо извиняться. Я ведь сама тебе ничего не говорила. Сойтись. Спасибо. Если б можно было вернуть это время назад, я уверен, я был бы Мишкин очень хорошим отцом. Ты сейчас сможешь, если захочешь, конечно. Я хочу, я... Ты себе представить не можешь, как я счастлив от того, что мой сын. Мишка. Ну, Федоровна, можно я вам задам личный вопрос? Да, конечно. Скажите, а что чувствуешь, когда становишься мамой чужому ребенку? Калия Викторовна, вы решили усыновить малыша? Ну, подождите, ну, еще так мало времени прошло. Вы еще своего родите. Ну, может быть. И все-таки, почему вы усыновили Нюту? Как вы решились на это? Нам как-то и решаться не приходилось. Все само собой произошло. Мы просто поняли, что Нюточка наша девочка. А Нюта? Ну, как она к этому отнеслась? Ну, так. Да любой ребенок мечтает о настоящей семье. Юра, а ты уверен, что ты хочешь ему все рассказать? Да. Да, я уверен. Я абсолютно в этом уверен. Я хочу, чтобы Миша знал, что у него есть отец. Ну, а дальше будет, что будет. Ты знаешь, у меня ведь тоже сегодня была бессонная ночь. Я думала много. И я решила. Миша не должен знать, что ты его отец. Ты что, опять одна? Надька так и не пришла, да? Вот сволочь. А плела-то, когда мы ее обратно на работу брали. Что я буду работать за троих, а? Тряхло. Да, ты знаешь, у некоторых девушек очень развита фантазия. Вот взять, например, Жанну. Представляешь, она всем рассказывает, что завтра будет петь на дискотеке. Ну, это вообще-то правда, Жанна будет завтра петь. То есть как будет петь? Ты же обещал, что этой Экипера больше здесь не будет. Полина, ты обещала, что больше не будешь вмешиваться в наши дела. Балабами нужно, чтобы Жанна пела вместе с нами. Тогда, может быть, она вам поможет клиентов послужить? Куда собралась? А что? У тебя свои дела, у меня свои. Я не обязана читать. Тетя Люба, ну что это вы здесь делаете? Да вот, дочку зашла навестить. Ну и решила перекусить. Ты голодной, есть будешь? Спасибо. Сыта уже по горло. Так, я принесла две вишенки, так что приодевайся и иди. Ты с ума сошла? Ты что, мать родную, гонишь? Дай поесть по-человечески. У меня с утра маковой росинки во рту не было. А если Лера придет? Да вон, пришла твоя Верка. Ходит с постной рожей. Даже за стол со мной поврезгала сесть. Так, да, я дома, сейчас приду. А, не надо? Да ты что, ей что она сказала? А он? Да, да, конечно, я тебя дождусь, все, приходи, ага. Так, ты поела? Поешь тут с тобой. Господи, да сядь ты спокойно, поешь с матерью. У меня времени нет, ко мне сейчас придут люди, и мы будем решать важные вопросы. Все, собирайся. Потому что мы всю жизнь жили с ним вдвоем. Он даже ни разу не спросил, где его отец, кто его отец. Да, потому что ему было неприятно об этом знать. Я знаю, мы с ним как-то случайно разговаривали, и он сказал, что он ненавидит своего отца. Тем более. Не нужно вырошить прошлое, вот и все. Миша не прошлое, Миша мое настоящее, Миша мое будущее. Я не знаю, ну пусть он разозлится, пусть он меня оттолкнет, но я хочу, чтобы он знал, что у него есть отец. Юра, а может быть ты не о сыне думаешь, а о себе? Тебе что, на старости лет захотелось в родителя поиграть? Ну зачем ты так, а? Я ведь просто хочу быть рядом со своим сыном. Я хочу заботиться о нем. Я хочу помогать ему. Да вот и помогай, пожалуйста. Только незаметно. Помоги ему с учебой разобраться. Помоги разобраться с этой учительницей, с которой у них ссора вышла. Но береги душу, мальчишки. Не нужно. Что за люди такие, а? Неужели сложно за собой убрать? Привет, Лер. А мы вот пришли чай попить, поболтать. Надеюсь, мы тебе не помешаем? Да, конечно, не помешаем. Но это же и мой дом тоже. Давай, рассказывай, что там у тебя стряслось? Ты знаешь, позже, это личное. Вот когда Лера уйдет... Ах, то есть это я вам мешаю. Вы, по-моему, девочки совсем совесть потеряли. Ну я же ты и говорю, она только и делает, что на меня кричит. Лер, может тебе успокоительного накапнуть? Давай, рассказывай, ты действительно ушла от гуцуна? Ты что, шутишь? Я так его решила, просто припугну. Сегодня вечером останусь ночевать у родителей, а завтра он сам ко мне прибежит, как миленький, и пошлет эту Жанну куда подальше. Молодец. А если Миша все равно узнает? Ты только представь, каково его будет. Что значит каково? А как можно быть готовым к такой новости? Да, все равно он вам не простит этой лжи. А ты, как ты будешь жить, Юр? Ну, знаешь, что Миша тебе родной сын. Галерия, ну я-то что могу? Его мать решила, что так для него будет лучше. Юр, ну ты же, ты же ему тоже не чужой. Да вот именно что, чужой. Воспитывала его она, растила его она. Я не имею права не считаться с ее мнением. Миша, что с тобой, а? У тебя нет лица. Мам, я слышал ваш разговор с Романовским. Но мой отец это правда. Да. Сволочи, а? Стройте себя праведника. Сам бросил тебя одну в нищете. Миша, он ни в чем не виноват. Это я, понимаешь? Я ничего ему не сказала. Он даже не знал, что ты родился. Ну а почему ты ничего не сказала, а? Да потому что! Ты понимаешь, я... Я молодая была, глупая. Я очень боялась. Я боялась, что он не признает тебя, что он станет с нами жить из жалости. Мишенька, пожалуйста. Ты прости нас, а? Да, да. Не надо побыть одному. Юра. Юра, Миша все слышал. Он слышал наш разговор. Я ждал тебя целых три часа. Сам оборачиваю утро. Глеб, в этом и проблема. Ты одержим, и меня это пугает. Пугает и злит. Не приходи сюда больше никогда. Галя талант. Она сможет исполнить хоть аристократку, хоть крестьянку, хоть серийного убийцу. Глеб, правда? Да, возможно. Но в роли Джульетты я тоже вижу Жанну. Почему? Лера, поверьте, это просто интуиция режиссера. Знаешь, главное ведь вот не подлечить, мерзости всякие не делать. Вот что главное. Согласна. Ну, если согласна, скажи, зачем ты сестру обижаешь? Да, понятно. Надя заходила, да? Я обидничала. Ну, я же, ты и говорю, она какая-то деда, что на меня кричит. Лера, может, тебе успокоительного накаплива? Ты просто не можешь меня простить, да? За то, что я выбрал не тебя, а Зеленого? Лера, да признайся ты уже наконец, что ты просто хочешь мне отомстить. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok